МКС Пикчерс представляет От создателей литникового периода Киновыпуск В ролях Константин Пономарёв и Владимир Яшин Андрей, какой музей, кстати, модельку принёс Крутая Америка Это ж первый приуроченный к юбилею набор У меня посетила мысль Возле толмачей с баллончиками пробраться И настоящий 86-й так ночью покрасить Здесь счёт выкатит Выложите, будут комментарии Какой покрашено А звезда опять Декаль неправильно легла Подложка серебрица Подложка серебрица Это название такой, знаешь, песни Веа 80-х Это Всеволод Старозубов Ла-ла-ла-ла Саша Айвазов Серебрица подложка Бегу по дорожке И уносят меня И уносят меня Так, ну что Звездовский клей Томиевский клей Ты поплотнее, закрывай Раз, два, три Полуэк Колумбия Пикчерс представляет По-моему, я слышал в одной песне, что она не представляет Да? Это уже другой Бандерас Впрочем, про песни мы говорили в одном из предыдущих выпусков Да Если вы ещё не посмотрели, посмотрите Это того стоит Ссылочка на него будет в описании А сегодня мы поговорим про другую важную сопутствующую нашего моделизма И нашей жизни Это кино Кино и моделизм Опять же Рассмотрим, так сказать, два этих понятия Против они друг друга Или помогают друг другу Или, может быть, они параллельно друг другу Параллельно, не пересекающиеся прямые В общем, в эфире параллельно вашему хобби Клейшоу Летникового период Который мы придумали для того, чтобы вы клеили модели Пока слушаете нас по этому телевизору Да, YouTube это называется, кажется Да Ставьте нас на паузу Доставайте свою любимую модель Или там, Долгострой, Королева Полки Как вы это ни называете Снова включайте Поехали, мы будем говорить сегодня о кино и моделизме Да, в студии Надо же тебя представить, они же не знают Да, в студии Владимир Яшин Константин Пономарёв И это, в ролях В ролях В ролях Владимир Яшин Константин Пономарёв Арнольд Шварценегг В Летниковом периоде не участвует Мы приглашали Но они отказались Да, они отказались Не прислали нам даже отказ официальный Моделизм и кино Ты делаешь модели под фильмы? Да, делаю Причём нередко И начал это делать ещё со времён видеокассет То есть это достаточно длительный период Я бы даже сказал, что, ты знаешь, удивительным делом Я не могу вспомнить, что появилось в моей жизни раньше Моделизм или кино То есть, когда я был маленьким Когда я был маленьким Я клеил модели Да, мне родители покупали модели Сколько я себя помню И ведь вот это состояние В 80-е годы Телевизор работает как дополнительный член семьи Он всегда включен Пока не появляется на картинке вот этот матрас С надписью Не забудьте выключить телевизор Кстати, любители ЗИЛА-130 Никто не обращал внимания, что решётка Мне это с детства было очевидно Что радиаторная решётка ЗИЛА-130 Ранее, она похожа на вот этот телевизионный матрас Мы это вырежем Потому что мне кажется, за тобой просто бригаду отправят А, всё понятно Так, пардон Извините Извините Человек в настроечной сетке видит Между прочим Володя просто работал на телевидении Если вы не в курсе Может быть, это просто профессиональная деформация Ну, уже тогда постфактум Я предположу, что в твоей жизни появились первыми не кино и не модели А появились видеокассеты Но, возможно, на них были записаны фильмы с не очень разнообразным сюжетом Вот, тогда ещё Но, так или иначе В результате это всё сошло вместе И если бы, например, у тебя сейчас Вот мы не писали бы летниковый период А у тебя бы сейчас была возможность Просто сесть спокойно И несколько часов помоделить Какое бы кино ты включил? Ты знаешь, хороший вопрос У меня, ну, наверное, что-то всё-таки Около Второй мировой И Великой Отечественной Как один из таких основных В том числе и будоражащих твоё вдохновение Моментов То есть, что-нибудь типа В бой идут одни старики Что-нибудь вроде они сражались за родину Такое повествование достаточно спокойное всё-таки То есть, это вот такая классика советского кино Когда это не набор комиксных картинок На которые тебе всё время надо отвлекаться взглядом Потому что там всё время что-то визуально происходит Ну и важный момент И все эти диалоги, по сути, знаешь наизусть Ты картинки проецируешь себе сам в уме Представь себе, как бы был бы, например, фильм о войне Снятый в комикс такой Типа, это что? Это ракета? Это метеор? Нет, это трижды Герой Советского Союза Александр Иванович Покрышкин На своём МиГ-3 Отправляется в первый боевой улет Ну да, неплохо, действительно И там какие-нибудь это, вжух, вжух Когда двигатель заводится Вжух, вжух И такие обязательно, обязательно такие техники Такие типа Да, да, они Вперёд, давай Лети, сокол Вот так вот Да, это было бы, конечно, очень красиво Это очень штампованно киношно Давай я отвечу тогда, раз ты задал такой блок кинематографии Посвящённый в Великой Отечественной войне Фильм о войне Мне кажется, это очевидно Это очевидно, да Давай сейчас мы это раз ещё проговорим Для меня это, конечно же, на войне как на войне Это фильм, который Я несколько раз уже его упоминал, да В наших, по-моему, разговорах Может быть, в стримах Всё равно всё склеилось, всё вместе Вот И вообще всё склеилось Это хороший слоган, мне кажется, для МКС Всё склеится Всё склеится Или для кондитерской фабрики Ты проливаешь Новосибирская карамельная фабрика Всё склеится Открываешь коробку Вот эта шутка, что у Томи всё само собираешься Мне кажется, это же не шутка Это же какой-то мем Это мем, но на самом деле Что такое мем? Мем – это не смешная шутка Но её повторили столько раз, что уже никто не смеется Что уже всё Шутка, повторённая три раза не смешна Шутка, повторённая три тысячи раз Уже просто истерически смешна Три тысячи раз, две тысячи девятьсот девяносто семь раз не смешна Если в Томиевскую коробку открыть и туда поставить открытую банку клей потрясти Все же шутят, что откроешь, а там готовая модель А на самом деле там будут склеены и литниковые рамки С которыми ты уже ничего не сделаешь Мы пробовали, мы пробовали Да, оно так Но если продолжать сюжетную линию нашего сегодняшнего выпуска Представляете, мы сейчас подходим к завязке сюжета Вот, они уже доедают попкорн Первый попкорн Значит, на войне как на войне Вот, они сражались за Родину, я скорее нет Потому что Не знаю, на войне как на войне Всё-таки, несмотря на всю вот эту сюжетную Во-первых, это повесть Это повесть, в отличие от романа Мне кажется, они сражались за Родину Больше, похоже на более там, больше героев Больше Ну да Да, больше такой Они сражались за Родину, мне кажется, это такой Война и мир в миниатюре Более, ну, если так образно Что-то героическое Такое эпическое А там более жизненное Более ежедневное Более будничное Ну и честно могу сказать У меня выбор кино под моделизм Чётко связан с периодом, который я собираюсь делать модель То есть, если я сажусь, условно говоря, вечером на часок-полтора То это, во-первых, очень важное правило Моё правило, может быть, у вас по-другому Если вы делаете модель под фильм Это должен быть фильм, который вы уже смотрели Потому что, если вы включаете фильм, который вы ещё не смотрели Это резко снижает продуктивность Потому что вам постоянно приходится поднимать глаза и отвлекаться А тут, получается, ты, как знаешь, пришёл в гости к старому другу Он тебе что-то лечит про свою жизнь А ты, как бы, в своих мыслях иногда только включаешься Когда-то там какие-то интересные сюжетные повороты Либо Неожиданные Пошла байка, историю которой ты уже знаешь много раз Вот И уже много раз слышал И ты такой, ну да, я уже знаю И ты такой просто отвлекаешься от телефона, от своих дел Чтобы просто послушать любимую историю до конца Так и здесь, на «Войне, как на войне», например, как сюжетные Там есть несколько моментов, где ты поднимаешь глаза, чтобы посмотреть, как отыгран эпизод Эпизод с гранатой Эпизод с «Давай, Малешкин, жми, Малешкин» Вот Какие-то вот такие вещи А потом, да, ну опять же Возвращаясь к теме нашего Одного из предыдущих стримов Или летниковых периодов про музыку Музыкальное сопровождение фильма Это же имеет большое значение Особенно советских фильмов Там это больше было стоящее Я думаю, что да, из фильмов Ну, переходя от темы Ты закончил про Великой Отечественной войны? У тебя еще есть фильмы в рукаве? Ты знаешь, ну, я имел опыт несколько раз моделить под собачье сердце Опять же, ты диалоги все знаешь наизусть Поэтому тебе глаза поднимать не надо Но ты можешь где-нибудь посмотреть, как актеры играют И в очередной раз себе Карцев, конечно, великолепен в роли Швондера Просто, мне кажется, великолепен Мы к вам, профессор И вот такой вопрос На собрании жильцов нашего дома На самом деле фраза «Простите, кто на ком стоял» Я ее использую, к сожалению, регулярно Потому что, когда ты видишь какой-то сумбур, комментария Ты вместо того, чтобы ответить что-то Поясните, что вы имели в виду Ты просто киноклассикой отвечаешь «Простите, кто на ком стоял?» И значок копирает И опять же, по реакции человека Или по другим комментариям Ты понимаешь, насколько вы в одном поле Это очевидная вещь Но мы ее проговорим Поскольку мы так же затрагивали ее на Летниковом Про музыку Мы говорим о культуре Культура предполагает выстраивание связей Между объектами И выстраивание единого вот этого пространства Там, в зависимости от того Какая вам нравится больше концепция Вы можете называть это нарративом Вы можете называть это фреймом Вы можете делать как угодно Но, короче, в реальности Это может человек продолжить шутку Там, типа, мне Афоня рубль должен Или не может он понять вот эту вот ситуацию То есть здесь, вообще, советский кинематограф Очень благодатная тема для моделизма Потому что ты эти фильмы много раз смотрел Кость А, Кость Да, кстати, «Любовь и голубь» Но я могу сказать честно Под «Любовь и голубь» я ни разу, наверное, не моделил Для меня советские фильмы Это вот, да, «На войне как на войне» Наверное, самый такой частый фильм, который я ставлю Но, если перескакивать на другие фильмы Неожиданно Извини, пожалуйста, я не могу тебя не перебить А ты видел новый компьютерный сериал «Любовь и смерть и голуби»? Нет Это про роботов «Любовь и смерть и голуби» Да, «Любовь и смерть и голуби» Это такой стиль кибердеревни Это, на самом деле, небольшая удочка Поплавочек заброшен в тему моделизма сериалов Которые мы тоже как-нибудь обязательно обсудим А под поплавочком, как вы всегда знаете, есть крючочек Да, так Мы вас тоже хотим своими разговорами зацепить Фильм про 28 панфиловцев оказался удивительным образом Попал вот в этот пул моих фильмов про войну Которую я ставлю во время моделизма Во-первых, в частности, потому что Я имею в виду фильм студии 28 панфиловцев На который деньги собирали всем миром Мы, по-моему, упоминали с тобой этот проект Что такое-то круче А я книгу смотрю У меня с этим фильмом очень интересное воспоминание Книги читают вообще обычно, а он смотрит Ну, я, да Я читать просто еще пока не научился Поэтому картинки пока разглядываю Я ходил на этот фильм в кино Причем это был очень интересный опыт Наверное, последний, единственный, не знаю, раз за Наверное, едва ли не за всю жизнь Когда я в кино пошел один То есть я пошел один Целенаправленно в хороший кинозал С хорошим звуком, спецэффектами Для того, чтобы посмотреть этот фильм Именно вот Модельку ты с собой взял? С фонариком налобным Вот И был очень интересный опыт Я как окунулся в детство Потому что вот в этом фильме как раз Ну, все мы так или иначе ностальгируем По своим детским временам Я испытал схожие эмоции Как когда смотрел, например Там Они сражались за Родину Опять же Как смотрел На войне Как на войне То есть Он Такой Имеет Полет Мысли И вот картинку И само повествование Примерно такое Как было в фильмах У него и темп развития И он очень такой, да Поступательный Без вот этого гипермонтажа Вот этот, как Бэткомедиан говорит Модацкий монтаж Там есть вот этот момент Несколько комиксовый Мне кажется Который рассчитан на более молодую аудиторию Это момент с пулеметом С фланговым огнем Да, да Потому что это вот кульминация Которая и как бы И вот в этот момент Появляется супергерой Который всех спас Да И ты такой понимаешь Ну, в советских фильмах Кстати, такое тоже Бывает, да Но все равно Есть Взять, например Тот же фильм Торпедоносцы Который, в принципе Очень круто Показывает атмосферу Происходящих событий Но и он Минорный И он минорный И надо сказать Кстати, это был один из тех фильмов Которые меня очень впечатлили В мои там Шесть-семь лет Я его посмотрел И прям офигеть Ты знаешь Ну, наверное, только этот Иди смотри Я вообще офигевший Смотри Ходил потом Реально Я, кстати, недавно Его думал пересмотреть Я включил А потом его выключил Нет, правильно Я просто понял Что я, блин Ну, я не хочу Нет, есть фильмы Которые требуют переживания Не знаю Какого-то Культурного переживания И это не те фильмы Которые хочется делать Да То есть ты понимаешь Что ты просто Как бы себя куда-то опустишь В какую-то Не знаю Как это В омут Каких-то размышлений Нет, нет Можно посмотреть Левиафан Звягинцев И тоже В какой-то момент сказать Ну, не знаю Я пойду посплю Как-то, да Можно я Пойду на мост Пойду-ка я на мост Вы так не делайте Вот Давай перечислять дальше Интересно уже Мне Опять же Вот в пул Фильмов Которых Можно сказать Как говорить Удивительным образом Залетел фильм Калаврат То есть он на самом деле Тоже с точки зрения Просмотра Это, конечно, тоже сказка Это тоже комикс Но, в принципе И повесть о разорении Рязани Батылим Это тоже сказка Своего рода Поэтому здесь Тоже так же Поднимаешь глаза Смотришь Визуально он снят хорошо И у него нет Вот этого Знаешь, как сейчас говорят Кринжовости Когда тебе Тебе стыдно За то, что Сценарист сделал Ну, такие ходы Сценарные Что ты думаешь Ну, блин И такой Нет Ну, так не могло быть Вот это вот Отсутствие шершавости В продукте Когда ты сказал шер Я думал, что дальше Будет ман Отсутствие шермановости Оно позволяет тебе Нормально делать модель Вот, например Это одна из причин Почему я не Не клею модели Под фильм Фьюри В нем есть пара эпизодов Которые я пересматриваю Периодически Но, в целом Вот эта вот Особенно сцена Окончательная Вот эта боя Этого танка Который никуда не движется С волнами Я понимаю Что это полотно Это не Анатолий полотно Это просто полотно Нарисованное Но мне неинтересно И поэтому Я под Фьюри Несмотря на то Что мне регулярно Приходит В рамках Там сибирского масштаба В рамках Комментариев Вопросы Про танк Фьюри А сейчас немножко спала Такая-то волна Но вот несколько лет Это был чуть ли не Самый главный танк Который Люди собирались строить Шерман Вот Но он как-то отошел Это вот Мы постепенно переходим К голливудскому Голливудскому продукту Я кстати отлично помню Как мы не моделили Под этот фильм Но замечательно Провели время в кинотеатре Пойдя компанией Вот И кто с нами У нас человек 5-6 Тогда ходило Сердюк был Серега Мусинов И еще кто-то из ребят Моя ночная супруга Лера Орлова Которая сейчас уже Пономарева Тоже с нами тогда была На том фильме Это тоже Вот сходила на Фьюри И что Поэтому ребят Осторожно с фильмом Фьюри Шерман Недавно Начал смотреть фильм Фьюри Иванов А закончил уже Пономарев Вот тебе раз Сидели Разговаривали Я говорю У меня часы не идут Механические часы Она говорит А почему там Типа Я говорю Да у них кончился завод Она такая сидела И говорит А нормально что я После слова завод Жду завод Фишер Боди Вот такая деформация Нет Ненормально Должен был быть 183 завод Завод имени Чикалова А почему мы не организовали Экскурсию на завод имени Чикалова Главный вопрос Голливуд Такое было время Когда мы делали Диораму Польша В 99 году Про нее тоже был Летниковый период Если вы не посмотрели Посмотрите И мне давали ключ от клуба В клубе был телевизор Видеодвойка Если вы понимаете О чем я говорю Единственная кассета Кассета Пола Верховина Звездный десант Красота Это мне кажется Про это кино Всегда говорят Что оно недооцененное Я тоже так считаю Потому что С моей точки зрения Такая крутая сатира На тему будущего Тоталитаризма И вообще всего Я считаю Это просто очень круто И вот здорово Кстати Что например На Маслете Цифровом У нас даже есть Арахнит Арахнит Шикарнейший Причем На фоне девятиэтажек Прям пугающий Пугающий Близко подобрался Этот арахнит К нам Ну и я могу сказать честно Я посмотрел этот фильм Тогда Когда я делал Диораму Я думаю Посмотрел его Раз 50-70 Не меньше То есть это просто На репите было И потом Когда мы уехали В археологическую экспедицию На Кургане Что делать Целыми днями Мы рассказывали Другу фильмы Я рассказывал Звездный десант Просто в диалогах Уже В подробностях Там Какой кадр Там Или я думаю Люди просто Через какое-то время Спрашивают Хочешь посмотреть Звездный десант Я смотрел В экспедиции Нам показывали Человека визуально Все это откладывается Прям как В кибердеревне На Церере Да А потом Лукашин пришел Зашел А ключ подошел Милейший Подождите Ну это мы опять Еще один А вообще Если вы хотите узнать больше Прорыхнет То заходите На страничку Новослета Она есть Ссылочка на нее В описании Там можно Этого арахнида Посмотреть Кстати Когда я делал Еженедельный обзор И говорил Про этого арахнида Меня на самом деле Мысль посетила А прикинь Если его выставить На слете Вживую То главное Чтобы его дети Не растоптали Ну да Они же могут Он же маленький Да Я не знаю Кстати Он же 3D печатный Его можно В принципе Более В другом формате Распечатать Большой Один в одному К одному Говоря о великих режиссерах Я наверное Вот у меня Есть заготовленная Как называется Маленькая Маленькая Викторина Давай Ты доставай свою модель Я достану свою У нас Какой актер Будет дальше Героем Этого Выпуска 3 4 5 Это будет Конечно же Рассел Кроу Да И мы говорим Конечно же О фильмах Гладиатор И Хозяин Модель Хозяин морей На краю земли По моему Да Ну могу сказать честно Для меня Оба Вообще Во многом творчество Ридли Скотта Для меня Из его фильмов Я делаю иногда Модели под Гладиатора Но чаще всего Я делаю модели Под режиссерскую версию Царства Небесного Как минимум Это очень долго Это очень долго И опять же Это очень крутая картинка Очень крутая музыка Говоря о Гладиаторе Это Вообще Во всех фильмах Кстати Ханс Циммер Сейчас Это один из Композиторов Который задает тон В кинематографе Он писал музыку Для темного рыцаря Он писал музыку Для фильма Начало С Леонардо Ди Каппо Он писал музыку Для пиратов Карибского моря Он писал музыку Для короля льва Это то есть Как бы такие Это уже попса Он писал музыку Для короля и шута Он писал музыки При Николае Втором Кровавом Он писал музыку При Александре Свободителе И еще Кстати Только что закинул Еще одну удочку Про сериалы Но мы сегодня решили Мы пообещали себе Что сегодня будем держаться Полного формата Полнометражных фильмов И так далее Поэтому да А вот кстати Под Прометея Например Под Чужих Мне совершенно не модель Ну Чужие Ты всегда находишься На крючке Потому что ночью Моделить под Чужие Страшно Ты знаешь Ты делаешь модель У тебя такой Как это Из-за плеча Вот такой Голова Чужого Такой И слюна капает Да И такой Швы не заточил И проплавляет башню Просто насквозь А у него супер жидкий клей Ну е-мое Чужик Ты еще Тузик Тузик Иди на место Иди на место У тебя слюни По всей квартире До первого этажа Соседи жалуются Мы живем на 33 У тебя слюни До первого этажа Проплавили Более того В качалку Еще в подвал Сквозит уже Вообще Но вообще Кинофраншиза Чужая это круто Но под нее не моделится Под нее не моделится Но я очень ярко Помню те эмоции Когда я его первый раз Смотрел И просто Реально Это было капец Это и страшно И волнительно И круто Реально Это просто восторг Я думаю Что это Вообще Фильм Под который ты моделишь Он еще не должен быть Супер зрелищный Например Меня совершенно не моделится Под аватар То есть Я Ну Независимо на то Что я смотрел его Несколько раз Я знаю сюжет Он меня не отвлекает Но не получается А ты знаешь В чем интересная особенность Ты аватар же Не можешь цитировать По диалогам Да Там нет таких вот Визуально Сакраментальных фраз Которые куда-то Вписываются там В ДНК Есть 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 Это Которые типа Неблагодары За это Неблагодарят Это грустно Она сейчас залетела В ТикТоке Несколько Наверное Лет уже назад Сейчас люди на нее Всячески там Снимают Различные рилсы Вот Там где еще можно Снимать рилсы И ТикТоки Вот Но тем не менее Там сейчас же Короткий формат Есть практически всех В Вконтакте По-моему есть короткий Да Сейчас везде На Ютубе есть Шорцы Ты в шорцах Холодновато Я в штанцах Холодновато Для шорцов Раз уж мы стали Разговаривать Таким языком То конечно же Надо поговорить Поговорить И не только о штанцах Но и о хоббицах Хоббицы Хоббицы Вот Потому что конечно же Под эту огромную Стелин колец И хоббит Можно делать модели Ну просто пару Пару-тройку дней Когда ты ставишь Это все на Мерзкие хоббицы Хотят завладеть Нашей прелестью Когда ты стоишь В магазине И перед тобой Кто-то покупает шерман Ты такой Подари его нам У нас сегодня День рождения Мы прелестью Не на самом деле Когда ты Какой-то моделью Корпеешь Ты реально регулярно Горлома вспоминаешь Это же клубный мем Моя прелесть Так что это вот она К вопросу о кино И моделизме Когда не можешь Сделать какую-то деталь Сидишь Застрял Бэггин застрял А еще бывают Такие фразы Из хоббита Они очень интересно Попадают В какую-то Ситуацию Когда они Совершенно неуместные Например Официант К тебе подходит В ресторане И ты его рассчитал И после этого Он уходит Ты ему говоришь Иди И умри Любой смертью На свой выбор Кстати еще один фильм В котором такие же Крутые диалоги Которые вписаны Совершенно В современность Это конечно же Пришельцы С Жаном Рено Жаном Рено И он попал В современность Это действительно Очень комично Там же штуки Три по-моему Да там Три серии Плюс отдельный фильм Для американского Потребления Они сделали Отдельный Голливудский Он провалился Отступи ковбояц И резни не будет Я француз Поэтому я поддерживаю Индейцев И когда например Спускаешься В метрополитен С кем-то идешь В метро А в Новосибирске Есть метро И перед тобой Кто-то из друзей И может так вот Сзади подойти К ним сказать Иди в тоннель Иди в тоннель Кстати Если мы говорим Про хоббитцов И про Питера Джексона То Этот человек Если мы говорим Про кино То нельзя не упомянуть Что Питер Джексон Это человек Который создал Не только Уингнад Филмс И соответственно Властелин колец И Хоббит Но и Уингнад Уинкс Фирма Которая Производит К сожалению К большому Производила Просто Чумовые модели Офигенных Этажерок Вот Прямо Произведение искусства У нас кстати Одно из таких Есть? Произведение искусств? Сейчас у меня все упадет Нет Лежит вот Буквально здесь Это модель фирмы Менк Но Эта модель Изначально Разрабатывалась Уингнад Уингсом WNW И Фирма К сожалению В пандемию Прекратила свое существование Но То ли уже Пресс-формы То ли еще Наработки Были выкуплены Менгом И вот Это Собственно Модель Почти Питера Джексона Ну да И на самом деле Это очень хорошо понятно Что Менг взял Просто самый бестселлер Что может быть круче Красного Барона Только вся эскадрилья В тему Практически И О присутствии моделей В фильмах И фильмах В моделизме Мы тоже отдельно С вами поговорим Сегодня мы говорим О фильмах Как фоне Для моделизма Для ваших вечерних посиделок Это на случай Если вы посмотрели Все выпуски Летникового периода Что в принципе Непросто Но вы с этим справились Шутку готовят Я чувствую Что пахтит рядом со мной Давай Тут опечатка Фокер ДР1 Оф Ритм Не Риттер Ну видимо он рыцарем Брыцарский был А этот Ритм 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 Манфреда Рихетгофена Ритм Возвращается мысленно Опять к нашему Музыкальному выпуску Очень трудно Хотя он же немец Тут что-то из Рамштайна Должно быть Нет Это ранее Должно быть что-то От Аненбаум От Аненбаум Крафтвер Хинтердер Казерна Фордерс Гроссентор Это Марлен Дитрих Это Кстати На Западном фронте Без перемен Это тоже сериал Это не фильм А мы сегодня Держимся крупного формата Пытаемся Пытаемся Всеми силами Фильмы Я бы сказал Наверное Ну регулярно Попадает что-то новое Опять же Алгоритмы тебе Там различных платформ Там же кинопоиск И так далее Зазырят Да Они тебе показывают Предлагают Я вчера такой зазырил Кстати да Мы же говорили Про Ханса Циммера Знаешь мы были на концерте Ханса Циммера Ух ты Интересно Это очень крутое шоу Как-то раз Причем мы сначала сходили То есть это не просто Симфонический оркестр Это еще и Услада для глаз Мы сначала ходили В кинотеатр На его Как бы сказать Киноверсию Концерта в Праге А потом у нас Появилась возможность Сходить на концерт Реальный Его переносили много раз Из-за пандемии Но в итоге Мы на него сходили Это действительно Очень классное шоу И это Там музыка играет Особенный прикол был В том Что между Началом Когда мы купили билеты На концерт Ханса Циммера И Собственно Сам проведением концерта Ханс Циммер сделал музыку Для дюны Вот так вот И музыка для дюны Если вы помните Она просто Она просто космическая Он пригласил Из Соединенных Штатов Вокалистку Которая вот это Вот делает В дюне Вот это вот там Типа Орет И она рассказала Со сцены Что она записывала Это в Бруклине В шкафу Короче Ей нужно было Во время пандемии Все делали Аранжировки музыкальные На другом конце планеты Она конкретно Это писала В Бруклине В шкафу Причем Чтобы сделать звук лучше Она развесила В шкафу Свою одежду Вокруг себя Залезла в этот шкаф И орала в микрофон Вот сидя В шкафу В Бруклине Будете смотреть Вторую часть дюны Вспоминайте эту историю Кстати уже довольно скоро Должна быть И она кстати тоже Опять же Еще одна момент К моделизму имеет отношение К моделизму Да Это конечно Менговские орнитоптеры Которые Харконнонов И Атрейдосов Заявленные уже Вот должны выйти Они маленькие А на новослете Была 3D модель Да Офигительного Топтера 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 Вот у тебя топтер Трицеротоптер Трицеротоптер Да Вот И действительно Эта вселенная Очень кинематографична Мы на одном из стримов Про это кстати Довольно подробно Говорили Дюна Фрэнка Херберта Это Или как у меня на книге Было написано Фрэнка Герберта Герберта Фрэнка Герберта Уоллса Это было очень Урсула Легуин Трехногие орнитоптеры Да Орнитоптеры Три ножники Ну Очень-очень кинематографично И старые дюны Конечно были Ну им не хватало Не хватало То есть Вот там стинг снимался Удивительно Да Насколько Классическими выглядят Звездные войны Старые серии Четвертая Пятая Шестая Хотя первая серия Даже старше Чем первая дюна Которая была по-моему В 82-м или 84-м снята Так вот дюна уже устарела С точки зрения Причем сильно устарела Она и тогда провалилась В прокате Да Сколько я помню Стэнри Кубрик Если мне память не изменяет Затянул монтажную фазу И он просто выдал на гора Фильм Который невозможно было Показывать в кинотеатрах Он был трехчасовой И в итоге Он не смог справиться С задачей С которой справился Джордж Лукас Сделать вот эту вот Фантастическую Космическую оперу Из литературной основы Ожиданий было очень много Но не получилось Я думаю Что современная дюна Которая сейчас делают Она создает Очень много Визуальных образов И эти визуальные образы Опять же Отсылают нас К другим выпускам Летникового периода Там кстати в дюне Чувак из Шермана был Из Шермана какой-то Там же этот Шаламе он играл В фьюрии Нет Тимоти Шаламе Нет Он не играл А не играл Ну так вот Все смешалось Он играл Шая Лабаф Я понимаю что ты их путаешь А блин Такие имена Просто случайный набор букв Мне кажется Мейросейц сочиняет им имена Тебя будут звать А может Шаме А может их нет на самом деле Может их уже давно генерируют А может нет его вообще Так что В этом Возможно Кстати Говоря о визуале Конечно же Безумный Макс Да Мы говорим сейчас Не про Макса Не про Александрова Выпуски с которыми Вы тоже можете Посмотреть Безумный Макс Особенно Дорога ярости И вот сейчас Мы упоминали Что будет приквел Фурьоса Не Фьюриоса А Фурьоса Это тоже Тема Там конечно Все эти автомобили Вся вот эта вот тема Отлично Под них хорошо Под них моделятся Под них вдохновляются Вот например Макс и Александрова Модели Илья Ют По этим мотивам Делал офигительный Шевроле Просто шикарные вещи И честно говоря На эти модели Я смотрю И всегда хочется Что-то подобное Почему они привлекают Потому что Ты можешь на основе Того что увидел в фильме Сделать свою Какую-нибудь кракозябу И не будет там Никакой матчасти Никаких правильных Неправильных Четыре БО Ну в общем Ты что угодно Делай Ну единственное Что наверное Законы логики И физики Все таки Соблюдать стоит Там все таки В мире безумного Макса Магии нет Есть Религии Вот Вот чего не хватает В этом мире Магии не хватает И драконов Это конечно Вот Магии драконов Добавить Кстати Подземелье драконов Весьма неплохой фильм Я под него не пробовал Моделить Из вот этой вот Магической всей фигни Я хорошо делаю модели Под Вархаммер Под фильм Который Я Презинаться честно Так и не смотрел Неплохо Я тебе рекомендую Вполне можно И модели под него Делаются неплохо Он достаточно давно В нем Хотели конечно Продлить Его Франшизу А сейчас по моему Будут снимать Который Вархаммер 40 тысяч Это уже Из будущего Ну кстати Говоря о больших форматах Да Больших Вот у меня не моделятся Подзвездные войны Не знаю почему А Звездные войны Это видимо Такой пир Для глаз Что Ну согласись Сложно не смотреть Ты просто Когда подошел к тебе И сказал Ты не будешь Моделить подзвездные войны Я не буду Моделить подзвездные войны Ну это просто Я не знаю В чем секрет Но Джордж Лукас Реально гений Да То есть Это ж надо было В те времена Сделать такой Фантастический продукт Когда Фантастические фильмы Были чем-то на обочине И чем-то что устаревало Очень быстро И он умудрился сделать Ну не он один конечно Огромная команда людей Они умудрились сделать То что Стало бессмертным Буквально И не устаревает Да Раз там в 10 лет Они где-то там Подрисовывают Какие-нибудь новые Выстрелы бластеров Но самое главное Все вот эти космические корабли Тысячелетние соколы И тайфайтеры Они как тогда были И наверное Один из секретов В том что Тогда снимали модели Да И причем У этих моделей Было много Кусков Элементов Панелей Взятых от Тамиевских Буквально Танчиков В 30-катом масштабе И Джордж Лукас Даже про это говорил Там Бренд Тамия Не упоминался Но я где-то читал Что он прям написал Что в какой-то Магазин игрушек Пошел Набрал там Конструкторов Сборных моделей От них куски брал И мы видим У всяких тайфайтеров Прям буквально Надмоторная плита От Пантеры Или там У какого-то Из шагающих роботов От Пантера Или от Пантеры Д Ты знаешь Хороший вопрос И правильный ли диаметр У вентиляционных решеток Самое главное Представляешь себе Стоит в магазине Продавец Скучает В 70-е годы Где-нибудь В Лос-Анджелесе Ему скучно Что капец Приходит какой-то фрик Абсолютный Говорит Так дайте мне пожалуйста СДКФЗ 223 5 Дайте мне вот Что у вас еще есть Какая-нибудь угловатая Какая-нибудь противоречивая Что у вас есть Кстати Покровские ворота Тоже отличное кино Под которое можно делать модель Дайте мне вон тот Тигр 3 Дайте мне еще чего-то И понимаешь Тигр 3 такого нет Есть Тигр 1 И Тигр 2 А тебя можно всех посмотреть Вот И он набирает стопку моделей И продавец ему такой Скажите а можно поинтересоваться А для чего вы набираете Так много моделей Вы хотите собрать коллекцию Он говорит Нет я делаю Просто из них Мои ребята Друзья делают Фантастические звездолеты Там собирают их По деталькам и так далее Спасибо спасибо Он уходит И продавец такой Вот идиот Вот каких только Каких только идиотов Не носит земля Джордж Лукас Довольно идет Создавать шедевр А продавец такой Ну ладно хотя бы Я на нем заработал Сразу видно неудачник Вообще Да просто Наверное не женат Наверное у него ничего нет За душой Вообще Да В общем Звездные войны Они Мы сейчас не про комментарии В специальной группе Фирмы Звезда Вконтакте Кстати Фирма Звезда К Звездным войнам Тоже приложила руку Построив Как построив Выпустив В полет Звездный разрушитель Что я хотел сказать Что Звездные войны Во многом Кино Эпопея Родилась Благодаря моделизму Да Потому что Вот эти детали От Томиевских СДКЗ Знаете У шагающего Там прям корма От двухосного Бронеавтомобильщика Немецкого 222 Они Вот этот визуал Появился Благодаря моделизму И благодаря Танкам Второй мировой Но при этом И создал визуал Модельный То есть Всякие Бандаи Ревелы Просто имеют Целые сегменты В своих каталогах Которые посвящены Звездным войнам То есть Парадокс Стоит из ситуации В том Что Одна модельная Фирма В другом Масштабе Воплотила То Что сделала Другая фирма За 40 лет До этого В 35 Масштабе То есть Томия Томия Сделала Пантеру От нее Была вырезана Надмоторная плита Вживлена В какой-нибудь Космолет А другая Фирма Воспроизвела Это Но уже В другом Размере Модель Модели То есть Это реально Удивительная История Перепасовка Мне кажется Это очень похоже На такую Знаешь Историю Человеческого Гения В миниатюре Потому что Когда технология Одна Создается Для того Чтобы там Решить Какую-то Задачу И человек Глядя на решение Этой задачи Перенимает ее В обратную сторону Для решения Своей задачи То есть Там появляется Литье из бронзы Разумеется Сначала для войны Потом оно Начинает уходить В другие Какие-то Сферы И в результате Вы находите На дне моря Антиктерский механизм И очень сильно Удивляетесь Вообще Что-то такое В принципе Так и в культуре Так и в кино Так и в кинематографе Ты вкладываешь В Это волшебная сила Кино Как одного из Важнейших Современных искусств Ты вкладываешь Свои идеи Свои Ну возьми Например Бегущий по лезвию Это же эстетическая Эстетическая Вот эта вот Картинка Которая создана Она естественно Тебя вдохновляет Ну может быть Не на создание Модели Чего-то там Звездолета Который пылал Над Орионом Соответственно Орион Чокопай Это великий монолог Героя Рутгерта Хауэра Который Реплика В самом конце Типа говорит Я видел Звездолеты Пылающие На поясе Ориона Над поясом Ориона И радугу Там над каким-то И спутников Чего-то Не помню ЦРР Лучи Пронизывающие Пространство Врат Тангейзера Это же Эпическое Библейское Произведение Которое Просто совершенно Создает Антураж В моделизме Он не очень хорошо Проявляется Но Кстати Вспомни например Менговские модели Вот сейчас появились У них какая-то там Есть Или это Суято Была фирма Там гоночный автомобиль На фоне такого Футуристического Пейзажа Это Суято Да И там типа Совершенно точно Считываешь логику Бегущего полезного Что-то из серии Блэйдраннера И Кармагеддона Два в одном Ну или на примере Есть еще фильм Очень похожий Из этого Мы почти подошли К теме Киберпанка Первому игроку Приготовиться Тоже Или там Алита Боевой ангел Та же самая история Под них кстати Весьма неплохо Делаются модели Опять же потому Что они Не требуют от тебя Постоянного отвлечения На Ход Следить за сюжетом Ну при условии Что ты уже смотрел До этого Такой фильм То есть это важный момент Все таки Надо уже до этого Посмотреть Сначала фильм Потом моделизм Под этот фильм Вот та логика Которую мы хотим Вам собственно Передать Потому что Моделизм в данном случае Он так или иначе Ну для нас Во всяком случае Он первичен Но все таки Наш же шоу Не про кино Он же не называется Монтажный период Киноведы с надфилями Это отдельное шоу Это вот там Бэткомедиан Он там может Все это сделать У нас другое Мы надеемся Что летниковый период Помогает вам делать модели Что вы Либо нас смотрите Либо смотрите Какие-то шедевры мирового Либо нас Либо другие шедевры Мирового кинематографа Моделизм под кинематограф Иногда похож на погружение Такое В волны Нашего с вами хобби И сейчас Будет фильм От Владимира Яшина Под который он иногда Делает модель Ну конечно же Это Досбот Это знаменитая Подводная лодка Вольфганга Петерсона Режиссерская версия Там по-моему Около 4 часов Получается 4 часа И еще 2 ящика бананов Которые позволяют Вам продлить погружение И еще 2 торпеды В бонусы И конечно Если отсылать К нашему выпуску Про музыку И моделизм То и знаменитый Саундтрек Который Хорош как сам по себе Так и в виде Многочисленных ремиксов Которые не менее Замечательные И чем хорош этот фильм Ну во-первых Лично мне интересна Тема подводного флота Поэтому под него Всегда очень здорово Моделить Во-вторых Это длинный фильм То есть ты можешь Если выдается Иногда какой-то Очень длинный Слот времени То ты можешь прям Окунуться Погрузиться Вот в буквальном смысле Ну и в-третьих Там очень неторопливое Повествование Это важно То есть Мне очень нравятся Вот эти фильмы Я очень люблю читать книги Про Тоже кстати Тема для Летникова В которых описываются Не только какие-то Героические яркие события Но и вот эта вот Рутина ежедневная Как это было И про подводников Это на мой взгляд Одна из особо Интересных тем Потому что там ведь Быть очень своеобразен Который отличался От всего Даже от их же коллег Которые на поверхности воды Ходили на кораблях надводных И в этом фильме Этот быт Очень здорово показан Вот И на мой взгляд Это прям такая Кинонетленка Причем я прекрасно Отдаю себе отчет Потому что для большинства Обычных нормальных людей Это такая нудятина Ну да Что просто невозможно смотреть Люди в большинстве Представляют себе Жизнь подводника Как постоянная охота За конвоями За гальюном Это фактически Там 6 Сколько месяцев погружения И там 25 минут Боевой работы Ну я не знаю Во всяком случае Такое впечатление Сказывается Не ну там бывало И с утками боевая работа Когда они преследовали Конвои Кормили уток Боевая работа с утками Но в целом да Это недели патрулирования То есть лодка могла выйти Никого вообще не встретить А вторая половина войны Лодка просто Буквально шкирилась От самолетов Всяких летающих лодок Первая половина войны Она хотела кого-то встретить Но не получалась То она уже На вторую половину войны Она вообще такая Я сегодня недоступна Я не могу Она в бетонном этом Доке Я в домике Я заболела Я в домике Я Ребят давайте без меня Эй там Веллингтоны летят Меня нет Меня нет У меня Перезвоните попозже Тошнит Я не пойду сегодня Черчиллю привет Вольган Петерсон Кстати Снял еще Трою И Троя Мне кажется Тоже Она в киношном плане Сделала определенный вклад В моделизм И она тоже Весьма неплохой фильм Под который можно делать модель Заканчивается там Не очень хорошо все Для троянцев Но Все равно Картинка красивая И сцена Опять же Битвы Гектора С Ахиллесом Мне кажется Очень круто снята Да Брэд Питт не только в бойцовском клубе Ассоциируется Да, Эрик Бана отлично играет Мне кажется Вообще очень круто Вот Поэтому В общем Если у вас есть свой список фильмов Под которые вы делаете модели Если у вас есть своя там Подборка Поделитесь с нами в комментариях Нам будет очень интересно Возможно И мы найдем для себя какое-то кино Которое мы не рассматривали Как фон для моделизма А вот например Я не рассматриваю Как фон для моделизма Гарри Поттера Вообще Ну то есть Мне Я может потому что Слишком Все-таки В погружен Властелин колец Мне кажется Ты просто когда моделишь Ты остолбеневаешь И как бы плохо клеятся Пальцы плохо двигаются Остолбеней Или там это Ава-ава Ава-авадакедавра И вообще такой Ты знаешь Я вообще слышал Что вертолеты Кобра И самолеты Эйр Кобра Великолепно Моделятся Особенно если ты на просултанге Что-нибудь сказанешь Когда собираешь У нас там есть коробочка Там инструкция на просултанге Открываешь коробочку Купи Афтермаркет Безда Купи Ждем ваших списков В комментариях Ждите новых летниковых периодов Мы с вами прощаемся Нет Черт Нет А сейчас значит А сцена после титров Да Сцена после титров Пошли титры Вообще Сцена после титров Давай Не На самом деле Последнюю фразу Которую я сегодня Хотел сказать В этом выпуске Вообще почему секрет Вот этого успеха Кино и моделизма Мне кажется Что люди Образно Садятся Вот в это удобное кресло Когда смотрят Какой-то уютный Свой любимый фильм И это те же эмоции Уюта и удобства И приятности Которые ты испытываешь Строя модели Поэтому ты Как бы такой Микс делаешь Из двух приятных эмоций А если это еще фильм Который ты уже много раз Смотрел Тут еще и где-то Воспоминаниями В каком-то приятном моменте И вот все это вместе Создает какой-то Такой приятный кокон В который ты можешь Ненадолго Провалиться От реальности Абстрагироваться От каких-то Сует Дел Переживаний И наверное Это Сродни такому Какому-то Психоаналитику Сам себе Психолог такой Я скажу тебе больше Это та же самая Моя концепция Что если ты сидишь И делаешь модель Тебя домашние Могут отвлечь Если ты сидишь Делаешь модель И смотришь одновременно В экран компьютера Их как бы Не знаю Есть отдельный Наверное То это дело важное Да Ты же смотришь в компьютер Ладно Птанчик Эти свои дела Это фигня Ну ладно Ну сиди там Что-то колпается Он же смотрит в компьютер Наверное там Что-то важное Да Действительно Есть такое Что человек Это стандартный Такой подход Люди разговаривают Друг с другом Звонит телефон Человек отвлекается На телефонный звонок Хотя разговор Здесь сейчас Намного важнее Так было еще До изобретения Сотовых телефонов На самом деле Вот этот вот момент Звонка Зуммера Телефона Который вторгается В беседу Здесь кино Я думаю В данном случае Является своего рода Дополнительным поводом Делать модели Дополнительным Да С чувством уюта Абсолютно с тобой согласен Все заканчиваем Надеемся Что вам чувство уюта Дает выпуски Летникового периода Как они дают это нам Мы будем придумывать Новые интересные темы А вы нам подсказывайте В комментариях И пишите ваши любимые Фильмы для моделизма Ждем Ждем ваших комментариев Идите в кино Да